Любите ли вы смотреть в одиночестве в полной темноте страшные видео, в частности видео, которое вы сейчас включили? Так вот, если вы так делаете, смотрели страшные видео в одиночестве, в данный момент лучше позовите кого-то в партнеры. Данный ролик весьма пугающий, жуткий, ужасный, устрашающий. И да, повторюсь, не рекомендую его смотреть в одиночестве. Однако, если ты очень смелый, можешь рискнуть. Хм, приятного просмотра. Просьба подписаться на только что созданный телеграм-канал, ссылка в описании. Там я с вами буду делиться всеми последними новостями, загружать авторские атмосферные видео, которые не успели выйти. И буду на связи 24 на 7. Переходи, ссылка в описании. А мы продолжаем. И у нас 15 страшных видео, которые не стоит смотреть в одиночку. Дебби Моралес и ее друзья спускаются по каналам реки Изабелла в Пуэрту-Рико, когда она начинает записывать на свой телефон. Слышно, как Дебби кричит и смеется, пока ее камера не запечатлила что-то в воде. У Дебби моментально отняла голос. Дебби разместила видео на фейсбуке. В описании говорится, что она видела страшное привидение в воде. Она попросила друзей взглянуть, дабы узнать, не видят ли они то же самое. И они тоже это увидели. Зрители данного видео в интернете предположили, что это может быть что угодно. От призрака до плывущего тела утопленника. А некоторые зашли дальше и предположили, что это может быть русалка. Самая причудливая часть этого видео состоит в том, что бы это ни было, кажется, что этот объект почти бросается на Дебби, прежде чем снова исчезнуть в воде. Что думаете об этом? Это просто странная игра света и отражения? Или Дебби засняла на камеру что-то действительно паранормальное? Это жуткое видео заставляет задуматься. Страшный ролик был опубликован еще в 2008 году, но попал в интернет только сейчас. Событие произошло возле Йоркского собора. Звенят колокола и оператор все это снимает на камеру. Он осматривает собор и затем идет к нему. Спустя кадр, он продолжает свой путь по узкому переулку вдоль магазинов. Колокола продолжает звонить. Магазины расположены по обеим сторонам улицы. Но смотрите, что происходит в верхнем окне слева. Оператор замечает призрачно-бледное лицо маленького ребенка, смотрящего в окно. Глаза ребенка темные и чернильные, а лицо до ужаса пугает. Когда автор наводит камеру на призрачного ребенка, тот прячется и исчезает. Что думаете об этом видео? Эта ведьма замышляет о недобрые дела. Страшное видео было опубликовано в декабре 2021 года. Видео начинается с яркой красной вспышки. Находясь на этом кладбище, этот человек, похоже, случайно наткнулся на кого-то, кто проводил жуткий ритуал. Фигура проговаривает какое-то заклинание и оживляет огонь. Позже среди могил человек снова слышит этот странный голос в темноте, за которым вскоре следует пронзительный певчий голос. Как, 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 как? Затем мужчина резко падает вперед. Его подталкивает невидимая сила. Можно увидеть издалека призрачную фигуру, которая приближается к нему. Снова полыхает костер. И, приблизившись к угасающему пламени, оператор видит сгорбившуюся ведьму, которая провела ритуал и уходит прочь. Как думаете, какой ритуал проводила эта жуткая ведьма прямо посреди кладбища? Однажды, поздно ночью, очевидец по имени Александр находился в доме своего друга Адама, когда он видит что-то действительно леденящая кровь. Странно выглядящая женщина в красном платье, кажется, наблюдает за Александром из здания через дорогу. Александр утверждает, что когда его друг Адам наконец-то подошел посмотреть, что происходит, жуткая женщина исчезла. В то время, как Адам просит Александра взглянуть на музыкальную колонку, которая сломана, камера все еще записывает видео и захватывает что-то ужасающее. Вы видели это? В отражении окна та же самая женщина в красном, стоящая позади Александра, внезапно появляется в дверном проеме. Когда он поворачивает камеру, ее можно в мгновение заметить. Кем является этот призрачный силуэт женщины? Или это видео просто фейк? Это жуткое видео стало вирусным в интернете, но изначально оно было записано индонезийским парнем по имени Густав. Густав объясняет, что он летел из Сурабии на Бали, и что он был самым первым пассажиром, поднявшимся на борт пустого самолета. Когда он начинает записывать видео, чтобы отправить жене, когда он смотрит свои отснятые кадры, он заметил что-то по-настоящему леденящая кровь. Кто-то или что-то, кажется, одетая во все черное, исчезает прямо перед камерой. Буквально. Можно увидеть, как призрачная фигура двигается на одном из сидений, а когда Густав проходит мимо, на этом месте уже никого нет. Данное видео посмотрели более 14 миллионов раз, и многие зрители считают, что он запечатлел настоящего призрака, который поселился жить на борту самолета. Это чрезвычайно жуткое видео было снято совершенно случайно японской парой, которая вместе с риэлтором осматривали огромную пустую квартиру. Женщина и парень заинтересованы в аренде, и говорят, что они удивлены низкой ценой. Осматривая квартиру и снимая все на камеру для личного пользования, в одной из спален квартиры записали кое-что ужасное. КОНЕЦ 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 Женщина застыла в страхе, когда бледные руки хватают ее за ноги. Затем, когда она смотрит вверх, можно увидеть ужасающее лицо, выглядывающее из верхней части шкафа в спальне. Что было дальше в описании этого видео не указано, информации нет. Я понятия не имею, чем данная жуткая ситуация закончилась. Так это правда или фейк? Исследователь паранормальных явлений Эми с британского телевидения и ее команда останавливаются на печально известном доме, где якобы точно обитают призраки. Они утверждают, что давным-давно в этом же самом месте был повешен монах за то, что он лишил жизни молодую девушку. Говорят, что в доме обитает его злой дух, которого прозвали монах в черном. По всему дому установлены камеры видеонаблюдения и одна из них запечатлила очень странное явление – леденящая кровь. Когда Эми смотрит на себя в зеркало в одной из спален дома, Эми, кажется, искажается в ужасающую зияющую гримасу. Ее рот раскрывается до такой степени, что исследователи полагают, что они могли запечатлеть паранормальное преображение. Видео определенно очень жуткое и не похоже на цифровой сбой. Но как вы думаете, что здесь произошло? Дайте знать ваше мнение в комментариях под видео. Это видео было загружено в интернет анонимным пользователем, который объясняет в описании, что он из вооруженных сил США и дислоцировался на американский военный пост в Германии. Он говорит, что двое его друзей были в обычном патруле, проверяя жуткую старую немецкую часовню. Когда-то эта часовня была под контролем немецких вооруженных сил во время Второй мировой. И говорят, что в ней обитают реальные духи погибших солдат, которые были расстреляны в этом месте. Когда парни из военного патруля зашли в темную часовню, они были потрясены, услышав что-то необъяснимое. Продолжение следует... Продолжение следует... Голоса, доносящиеся из их двусторонней радиосвязи. Кажется, как детский голос говорит, а на фоне неразборчивые жуткие голоса взрослых. Радиоканал, который они используют, ограничен военной связью. Поэтому двое мужчин понятия не имеют, откуда могут исходить голоса. Они задаются вопросом, не могли ли это быть призраки трагических душ, которые скончались во время Второй мировой войны после обстрела этой часовни. Что думаете? Джим, который работает в больнице Нью-Джерси, заметил странное рано утром, снятая камера безопасности в одном коридору в больнице. Можно увидеть, как тележка с припасами катится по коридору сама по себе, что приводит в недоумение персонал больницы поблизости. Джим и его коллеги понятия не имеют, что могло сдвинуть тележку. Но дело в том, чтобы это видео стало еще страннее, еще одна камера этой же больницы зафиксировала жуткое происходящее в прачечной. Джимetu... Джим... Юлия! Продолжение следует... 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 и стала популярным во всем ютубе. На кадрах видно, как женщина идет по грунтовой дорожке вдоль склона холма с видом на город. Когда оператор следует за девушкой немного позади, к женщине приближается таинственная и едва заметная темная фигура. Фигура тени бежит прямо на женщину, но она этого не замечает и продолжает свой путь. Неужели этот дух вселился в нее? Бежать можно, но не спрячешься. Это страшное видео опубликовано в январе 2022 года. Показывает, что опасность придет к вам, когда вы меньше всего этого ждете. На видео видно, как полицейская машина едет по дороге во Флориде с ревущей сиреной. Снаружи назревает буря, слева в облаках виден торнадо. Полицейские сворачивают по дороге к смерчу, сообщая о местонахождении торнадо по рации. Когда он едет к торнадо, на дороге есть другие машины, едущие в обоих направлениях. Огромный смерч пересекает шоссе и движение на дороге полностью останавливается. Через некоторое время торнадо рассеивается. Это был страшный торнадо. 32 дома были разрушены, 62 повреждены и 2 потерянных жизни. Природа может быть красивой, но в одно время и устрашающей. Видео было опубликовано в июле 2019 года. У этих несчастных отдыхающих случилось кое-что страшное и опасное. Опасные хищники ночью бродили по их палаточному лагерю. На страшных кадрах видно, как человек выглядывает из-за пределов своей палатки только для того, чтобы увидеть огромного льва, проползающего мимо. Он быстро застегивает полог палатки, выключает свет и плашмя ложится внутрь палатки. Кажется, это насторожило львицу, которая прыгает через веревки возле палатки, когда большой лев спокойно наблюдает за ней. Пара львов крадется мимо палаток. Лев ходит взад-вперед, ожидая, когда ему подадут еду, а львица полулежа выжидает людей внутри палаток, дабы напасть. Крупный лев замечает человека в палатке и случайно сбивает крышу над пологом палатки. Львы продолжают выжидать людей, даже агрессивно вгрызаясь в палатку и дергая за веревки своими массивными когтями. Лев становится все более раздраженным и агрессивным. В конце концов, животные уходят прочь, не дождавшись, когда люди выйдут из палаток. Некоторые души затемняют и дверные проемы домов с привидениями, другие светятся так же ярко, как и жили. Эта камера засняла мистическое видео в августе 2021 года. Было зафиксировано необычную аномалию на этой темной улице ночью. На видео показана яркая светящаяся фигура во дворе. Яркая фигура движется. Поначалу оно неподвижно, но мгновение перемещается. Затем свет тускнеет и снова ярко светит. Что это за такой аномальный объект, который сияет подобно огню? При этом выглядит как человеческая душа, если ее можно так представлять. Что думаете об этом мистическом видео? А на этом у меня все. Если вам понравилось подобное жуткое видео и вы хотите еще что-то подобное увидеть, все просто, ставим лайк и подписываемся на канал Зомби Чез, чтобы не пропустить новый ролик, который уже вот-вот выйдет. С вами был Зомби Чез, пока. Зомби Чез, пока. Субтитры создавал DimaTorzok